Несколько дней назад во Владивосток прилетела паралимпийская сборная по триатлону. На острове Русский спортсмены проходят акклиматизацию перед Паралимпиадой в Токио. Тренировки каждый день. Утром плавание в бассейне, затем езда на велосипеде, а после бег по стадиону или по территории ДВФУ. У нас здесь находится трое спортсменов, которые получили лицензию для участия в Токио. Это Михаил Калмаков, Анна Бочкова и Вероника Габитова. Они 22-го числа вылетают в Токио и будут участвовать в мероприятиях подготовительных. Там у них будет просмотр трассы и открытие паралимпийских игр. Паралимпийская сборная, так же как и олимпийцы, будут выступать без флага страны и без гимна. В том числе запрещено употреблять в отношении спортсменов слова «русский» и «Россия». Поэтому атлеты будут участвовать в играх от Паралимпийского комитета России. Но это мелочи, говорит Анна Бычкова. Главное допустили. Нам на самом деле удалось попасть и в 2016 году, отобраться в Рио-де-Жанейро. Но, к сожалению, из-за допингового скандала мы не поехали. Хотелось очень реализовать свою мечту, которая один раз сорвалась. Триатлон больше других видов спорта привязан к климату в том месте, где выступают атлеты. Все три дисциплины – плавание, велосипедная гонка и кросс – проходят под открытым небом. Поэтому пройти акклиматизацию в Приморье – это удача, говорят атлеты. Ведь здесь климат схож с Токио, и разница во времени минимальная. В течение четырех лет, выступая в Японии, соревнования проходили без акклиматизации. Поэтому я очень рад, что представилась такая возможность испытать свои возможности, свои силы после акклиматизации рядом с Японией. Еще один бонус – после тренировки можно понырять с пирса в море, говорят спортсмены. Отметим, Паралимпиада в Токио начнется 24 августа и продлится до 5 сентября. В программе 22 вида спорта. Наши спортсмены выступят в 19 из них. Алина Черненко, Анастасия Лихман. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok